МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе вы увидите, как создавали абсолютно новый автомобильный завод в Казахстане. Мы побывали на производстве одного из самых популярных в мире автомобильных брендов. От сварки кузова до испытаний на полигоне, как создают казахстанские Хёнде. Автомобильная промышленность – одна из самых высокотехнологичных, инновационных, финансово- и трудозатратных. Вместе с тем, прибыльных отраслей экономики. Мировой опыт показывает, что с учетом мультипликативного эффекта автомобилестроения, как крупный потребитель сталелитейной, текстильной и химической промышленности, дает тысячи рабочих мест в различных сферах деятельности. Хёнде Транс Казахстан – дочернее предприятие компании «Астана Моторс». Объем инвестиций – более 28 миллиардов тенге. 30% – собственные средства, 70% – кредитные, привлеченные от АО «Банк развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности». Проект реализован при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Комитета по инвестициям, Министерства иностранных дел и Акимата города Алматы. Масштабный проект по строительству завода реализовала «Астана Моторс». Компания представляет 11 мировых брендов и имеет одну из самых крупных дилерских сетей в Казахстане. Каждую четвертую машину в республике покупают именно в салонах «Астана Моторс». 10 лет компания производит коммерческие автомобили, грузовой и пассажирский транспорт, специализированную технику на заводе «Хёнде Транс Алматы». За 28 лет работы на казахстанском рынке «Астана Моторс» накопила успешный опыт, и собственное производство легковых автомобилей стало ключевым этапом развития для компании. Мы начали ощущать дефицит в Казахстане по некоторым моделям. Например, если возьмем «Хёнде Акцент», в городе Санкт-Петербург есть большой завод, где производятся модели «Хёнде Акцент» и «Хёнде Крэта». Соответственно, мы поняли, что для того, чтобы наращивать объемы производства, нам необходимо локализовать «Хёнде Акцент» здесь, в Казахстане, освоить сварку, окраску именно этой модели. После тщательных исследований рынка и переговоров с руководством «Хёнде Мотор Компани» было принято решение строить завод полного цикла на территории города Алматы. 21 апреля 2019 года прошла церемония закладки капсулы в основании будущего завода. В мероприятии приняли участие президент «Астана Групп» Нурлан Смогулов, президент «Хёнде Мотор Компани» по стратегии «Конт Ян Вун», заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, а также министр торговли, индустрии и энергетики Южной Кореи Сон Юн Мо. 15 октября 2020-го состоялось официальное открытие производства. Рекордные сроки для такого масштабного проекта, да еще и в условиях пандемии. В сложной эпидемиологической ситуации «Астана Моторс» обеспечила строгие меры профилактики коронавируса и строительство завода не останавливали ни на день. В процессе монтажа оборудования на новом предприятии поэтапно принимали участие 120 инженеров из Южной Кореи и 6 специалистов из России. Успешное завершение строительства – это совместный результат сотрудничества правительства Казахстана, «Хёнде Мотор Компани» и «Астана Моторс». «Хёнде Транс Казахстан» – это завод с высокими стандартами качества и высоко квалифицированным персоналом. Мы полагаем, что новое предприятие принесет на казахстанский рынок высокое качество и технологии «Хёнде». Это послужит вкладом в казахстанскую автомобильную промышленность. Кроме того, завод станет производственной базой не только для казахстанского рынка, но и для других стран СНГ. А пока такое производство первое и единственное в Центральной Азии. Но строительство этого завода на территории Казахстана было бы неоправданным без экспорта автомобилей в другие страны. С выходом завода на полную мощность половину производимых машин планируется продавать за рубеж. В год в Алматы могут выпускать до 45 тысяч легковых автомобилей марки «Хёнде». Нам предоставляется огромная возможность по экспорту автомобилей, произведенных на нашем заводе здесь, в Алмате, в страны СНГ. Мы сейчас прорабатываем с дистрибьютором «Хёнде» в Украине по поставкам автомобилей, произведенных на нашем заводе. Мы прорабатываем с дистрибьютором Республики Беларусь по поставкам автомобилей, произведенных на нашем заводе. Поставки в Узбекистан. Рабочий процесс на заводе идет практически круглыми сутками Первая смена заступает уже в 8 утра, останавливает конвейер только после 2 часов ночи Современное и высокотехнологичное предприятия строились с нуля Поэтому здесь все продумано до мелочей Для комфортного и безопасного пребывания сотрудников созданы все необходимые условия Рабочих бесплатно кормят, регулярно проводят обучающие семинары За их состоянием здоровья тщательно следит медицинский персонал На заводе есть собственное пожарное подразделение с профессиональной командой Поэтому в случае возникновения чрезвычайных ситуаций Масштабное распространение огня на производстве практически полностью исключено Производство заключается в сварке кузовов, окраске кузовов, окраске пластиковых деталей И сборке автомобиля И плюс еще вспомогательное производство – это логистические процессы Склад, подача компонентов на линию Если вы посмотрите на каждом посту сборочном, начиная там стрим, шасси, финал На каждом посту происходит очень много операций, циклов Начинается жизнь Hyundai Accent казахстанского производства вот здесь, в цехе сварки Отдельные металлические части кузова соединяют в единое целое Сначала варят пол, затем боковины, к ним приваривают крышу, а уже потом другие более мелкие элементы Двери, капот и багажник После тщательной проверки на качество кузов отправляют в цех окраски Самый высокотехнологичный этап производства – цех окраски, куда кузов поступает из цеха сварки Здесь его очищают, обезжиривают, фосфатируют, после чего погружают в катафорезные ванны Где на кузов автомобиля наносят покрытие методом электроосаждения Этот процесс продлевает срок службы лакокрасочного покрытия и защищает металл кузова от коррозии В цехе окраски пластиковых деталей проходит подготовка и окраска бамперов, зеркал и ручек дверей Это важный этап в процессе производства, благодаря которому завод Хёнде Транс Казахстан может поставлять окрашенные пластиковые детали на заводы Хёнде в другие страны Заключительный после сварки и окраски этап – сборочный На линии интерьера собирается то, что находится в салоне Устанавливается электропроводка, устанавливаются элементы безопасности в салоне Такие как ремни безопасности, подушки, СРС Также некоторые детали в моторном отсеке На линии шасси, на линии сборки ходовой части устанавливаются уже элементы, которые установлены под нищем Это двигатель, задняя подвеска, трансмиссия Особое внимание на заводе уделяет контролю качества За этим здесь следят корейские специалисты Проверки на соответствие всем стандартам здесь проводят на каждом участке производства Каждое авто здесь проходит контрольные пункты После чего его доставляют на участок финального осмотра перед выпуском Все операции на заводе проводят строго по утвержденному техническому процессу Hyundai Motor Company Поэтому качество автомобилей, которые здесь производят, на уровне качества в Корее и России На следующем этапе развития производства легковых автомобилей «Астана Моторс» инвестирует денежные средства в строительство завода по производству автокомпонентов Для отечественного рынка и зарубежья Мы видим большой потенциал в производстве пластиковых деталей Мы видим большой потенциал по производству сидений Потому что данные компоненты на данный момент не локализованы в странах ЕАЭС Мы можем это все делать И сейчас мы на стадии изучения данных материалов, чтобы принять решение Но первично это пластик, это полиэлитан, это коврики для автомобилей И это сидения То есть это три компонента, над которыми мы сейчас очень плотно работаем История Hyundai Trans Kazakhstan только начинается Завод планирует расширять модельную линейку, освоив сварку и окраску Hyundai Accent При стабильном курсе валюты стоимость авто, произведенных мелкоузловым методом, будет на 3-4% ниже Здесь опытные профессионалы в сфере машиностроения передают свои знания молодым Оба поколения объединяет мечта – строить автомобили Со временем вокруг нового завода сформируется кластер предприятий малого и среднего бизнеса Что в свою очередь даст импульс развитию экономики страны и созданию рабочих мест Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok